Привет! У многих сложилось мнение, что последняя презентация Apple была одна из самых худших в истории. И с этим, конечно, сложно не согласиться, потому что скучновато получилось. Но вот если разобраться, iOS 15, Mac OS 12, iPad OS 15, Safari 15, новая прошивка для AirPods, новая Siri. Там есть о чем рассказать и поменять свое мнение. Например, вот так вы можете сделать на iOS 14? То-то же! Начнем с наушников AirPods. Наконец-то в локаторе можно не просто посмотреть последнюю геопозицию, когда наушники находились у тебя в ушах. Теперь поиск работает по принципу AirTag. Локатор отображает приблизительное местоположение наушников и с помощью компаса направляет вас через приложение. Если раньше локатор показывал последнее местоположение, то теперь украденные или потерянные наушники будут подключаться по Bluetooth ко всем iPhone поблизости, по зашифрованному каналу, естественно, и передавать данные через iCloud непосредственно вам. А у меня как раз недавно свистнули одни AirPods в зале, вот и посмотрим, где и как они, и у кого они лежат. Но только учитывайте, что эта функция будет доступна исключительно на AirPods Pro и AirPods Max. То есть на обычных AirPods 1 и 2 поколения работать, к сожалению, не будет. В айфонах эта история будет работать ровно так же. Если ваш телефон, например, сел, он оставляет немного заряда, чтобы передавать данные по Bluetooth и еще UOB, по зашифрованному каналу, естественно, так же. Будет работать это и на Max M1, и на Max Intel с чипами T1, на iPad'ах. В общем, если кто-то украдет у вас или вытащит айфон из сумки, то разблокировать его или даже не найти будет нереально. И даже если кто-то выключит ваш айфон, выкинет симку, сбросит его через режим DFU, там все равно остается часть данных. Айфон все равно подключается к другим устройствам Apple вокруг и передает данные на сервера. Так что можно будет так понять, какое местоположение у телефона. Очень круто. Единственное, эту настройку нужно включать самому. Она по умолчанию выключена. Заходим в настройки iCloud, потом жмем локатор, отсюда переходим в пункт «Найти айфон» и снизу у нас галочка «Последняя геопозиция». Ее включаем, и тогда это будет работать. Я думаю, полезная функция, ее надо включать. Для особо боязных, естественно, надо понимать, что если спецслужбы США захотят получить доступ к микрофону в таком режиме, то, скорее всего, у них это получится. Дальше. Для AirPods добавили функцию пространственное аудио для музыки и для работы с Apple TV. Если говорить просто, то вся музыка теперь должна звучать так, будто она записана в качестве Dolby Atmos. Я попробовал играть при этой функции как-то тише. Звук просто другой. Я фишки, честно говоря, не понял, но многим фишка зашла. Попробуйте, может быть, это ваше. Чтобы вы не запутались, Spatial Audio это пространственное аудио, которое уже было. А Spatialize Audio это как раз та функция, которая настраивает весь контент под Dolby Atmos. И будет это работать в будущем и на Android, но опять же только с AirPods Pro и Max. Как активировать? Начинаем воспроизведение любого аудио или видео контента, хоть даже личных роликов, в приложении фото, хоть треков Spotify. Заходим в центр управления, зажимаем ползунок громкости. В появившемся меню активируем новый пункт Spatialize Audio. Ну и все, наслаждаемся, если, конечно, получится понять разницу. Переходим к iOS 15. В первой бете половин функций не работает, о которых вы знаете. Это и FaceTime Link, и SharePlay и так далее. Но помимо всего вот этого, о чем вы уже слышали, есть много других полезных фишек. Например, цифровой наследник. Итак, мы заходим в iCloud, пароль и безопасность, листаем в самый низ. И здесь у нас есть бенефициар. Мы назначаем, соответственно, контакт, это будет ваш цифровой наследник. И Apple предлагает распечатать код вот этого наследия, если в случае смерти, не дай бог, вы берете телефон умершего человека, вбиваете код и можете получить доступную информацию. При этом не будет доступна информация с ключами, с банковскими картами. И самое обидное, что человек не сможет сбросить iPhone, чтобы дальше им пользоваться. То есть это исключительно такая история для того, чтобы контакты посмотреть или заметок что-то вытащить, фотографии какие-то памятные и так далее. Еще одна полезная фича – дележка информации о состоянии здоровья со своими близкими или с врачами. Будет полезна тем, кто следит, например, за старой мамой, бабушкой. Вы будете видеть, что не так происходит. Или если там повышенный пульс вам уведомления какое-то приходит. А пары, которые хотят завести ребенка, показывают, например, данные врачу. И там окно фертильности, да, видно все вот это. При этом в США функция будет работать еще круче, потому что к приложению здоровья можно будет подключаться медицинским каким-то клиникам определенным, естественно. И сразу в вашу медицинскую карту будут добавляться все данные о вашем здоровье. Но опять же, это только США. Дальше смотрим. FaceTime. Новое поп-оп-окно, в целом новый дизайн, сетка. Мало кому интересно. Две ключевых возможности. Первое. FaceTime теперь можно запускать через браузер. А значит его можно открыть и в Android, и в Linux, и в Windows. А мы знаем, что FaceTime это самый стабильный сервис для видеосвязи и для аудиосвязи. Поэтому, короче, в Zoom сейчас напряглись очень сильно. Ну и вторая важная функция – изоляция голоса в FaceTime. Вот я позвонил. Даниле, как тебя слышно? Я думаю, слышно отлично. Но сейчас включу музыку и проверим. Насколько мне хорошо слышно? Наверное, плохо. Поэтому включаю изоляцию голоса. И вот проверьте, как слышно теперь. Ну да, сейчас намного лучше. Единственное, только я хочу заметить, что включается изоляция голоса не в самом FaceTime, а нужно шторку вынуть, потом нажать вот сюда в микрофон и выбрать уже изоляция голоса. Не очень как-то грамотно реализовано, но как есть. Следующая функция – онлайн текст, который умеет распознавать любой текст или цифры на изображении, даже в видоискателе камеры. То есть мы, например, хотим купить цирконий в брасле. Да, увидели объявление. Камеру навели, просто нажали, скопировали номер, сразу позвонили. Все очень круто работает. Правда, только на айфонах с процессором A12 и на VIA. Но с английским языком русского, к сожалению, нет. Но функция крутая. Ну и три маленьких, но очень полезных вещи. Drag and drop в приложении фото. Я вот так выделяю фотку. Мне, конечно, неудобно делать. И, например, переношу сразу в Telegram. Пожалуйста, все, можно отправить. По-моему, давно пора было реализовать. Второй мега прикол – это изменение масштабирования приложения, независимо от системы. Допустим, вот Twitter у нас открыт, маленький шрифт. Я захожу в Control Center, жму вот сюда, увеличиваю шрифт. И, пожалуйста, это увеличивает столько для одного приложения. Ну и третье. Apple теперь официально позволяет не обновляться на iOS 15. То есть патчи безопасности на iOS 14 будут приходить. Если кто хочет, остается на ней. Поговорим теперь про автомобили. Уже сейчас есть цифровой ключ для машин BMW. Как это работает? Ты подходишь к тачке, прикладываешь телефон к ручке, открываешь машину, кладешь телефон на зарядку. Можно завести машину без автомобильного ключа. И все, поехало. Закрыто то же самое. Нужно выйти, приложить к ручке, уйти. Теперь это будет работать по-другому. Отныне цифровые ключи будут поддерживать UVB, как AirTag. И для этого тебе нужно просто подойти к машине, не доставая телефон из кармана. Все, она разблокировалась. Ты также сел и поехал. По мне, крутая вещь. Но, опять же, только для BMW и только для новых моделей в следующем году. iX и i4. Ну и помимо автомобильных ключей, Apple также позволит добавлять электронные ключи от твоего дома, от отеля. Либо вообще цифровые права на территории США. Ну и, кстати, информация для автолюбителей. Я вот так аккуратно, нежно, но с умом зайду. Вот так выглядит новая карта Tinkoff Drive. Я вот не шучу, кстати, реально очень полезная штука. Так и что дает эта карточка? 1% кэшбэка на все бесплатное снятие во всех банкоматах по всему миру. Это вы все знаете. Но вот дальше интереснее. 10% кэшбэка на заправке и 10% за любой полис, тинькофф, страхование по ОСАГО и КАСКО. Это работает всегда. Но и это не все. Навсегда также сохраняются 5% кэшбэка за любые автоуслуги. Это сервисы, шиномонтаж, платные дороги, мойки и, кстати, оплата штрафов. Любых. И вот это реально бомба. Это получается не просто карта, а реальный инструмент, который позволит сильно экономить, если вы часто используете автоуслуги. Но и это еще не все. В качестве велком-бонуса при оформлении карты Tinkoff дает 20% кэшбэка в супермаркетах. Допустим, пришел в Магнит, закупил с шашлыком на 10 тысяч рублей, 2 тысячи вернулось обратно. Акция закончится уже через несколько дней, поэтому торопитесь, ссылка в описании. Теперь iPadOS самое грустное обновление. Да, там добавили виджеты, поменялась сетка экрана, иконок меньше стало. Все функции из iOS 15. Но есть одно нововведение века, которое мы ждали сколько? Лет 11, наверное. Теперь приложения для iPhone будут открываться в ландшафтном режиме. Не надо переворачивать iPad, если вы используете клавиатуру. Офигеть. Ну и вторая важная фишка из новых – Universal Control. Это самая волшебная функция, наверное, одна из самых бесполезных. Но мне она интересна прежде всего из-за реализации. Как это выглядит? Ставим рядом MacBook Pro и iPad, перетаскиваем курсор за пределы экрана ноутбука в сторону планшета, и тот оказывается на экране iPad. Что еще круче, так это перетаскивание файлов между расположенными рядом гаджетами. Это как AirDrop, только документы практически буквально летят по воздуху. А еще можно управлять соседним устройством при помощи другого. Например, использовать клавиатуру и тачпэд MacBook'а для работы с тем же iPad. Достаточно просто перетянуть курсор за край экрана. Можно и третье устройство подкинуть, еще один Mac или еще один iPad, и все будет работать с одной мышки и клавиатуры. Вряд ли, конечно, я этим буду пользоваться, но если так подумать, сидишь, например, в видосе какой-нибудь монтируешь, на iPad'е открыл Telegram, и да, перетаскиваешь мышку на Telegram, печатаешь сообщение кому-то отправляешь. В принципе, такой сценарий удобен. Для этой технологии используется Bluetooth и Wi-Fi Direct, но вы должны быть подключены к одной iCloud-записи, естественно. И еще можно подключить гаджеты между собой по USB, тогда соединение будет стабильное. Правда, сейчас это не работает в первой бетке, поэтому ждем опять-таки следующих. Ну и то, что красиво выглядит в рамках демонстрационного ролика, на самом деле не несет никакого технологического прорыва. В основе Universal Control уже существующие технологии AirDrop, Continuity и Hand-Off. Так что Apple просто нашла способ выгодно переиспользовать уже созданное. Остается только надеяться, что в реальном мире функция работает так же бесшовно и беспроблемно, как нам это было показано. Что-то еще есть новое, прям из полезного для iPad? К сожалению, это все. А вот для Mac появилась одна такая классная штука. Теперь можно сбросить Mac, не переустанавливая систему. То есть теперь в Mac есть пункт, как в iPhone, стереть контент и настройки. И ничего для этого делать не надо, занимает 5 минут. Вот это круто. Обсудим. Теперь Safari браузер обновился, 15-й версии. Есть, конечно, всякие функции, которые, возможно, кому-то понравятся, типа группировки вкладок. Но есть другие полезные вещи, а точнее, опять две полезные вещи. Первое — это дизайн. Стало проще, компактнее, симпатичнее. Но самое главное, что Omnibox на iOS переместился вниз. Листать вкладки можно просто свайпами вправо и влево по этой же строке. Свайп вверх — все открытые вкладки. А если, в принципе, пролистывать страницу, то все элементы скрываются. Сделали реально здорово и классно. Надеюсь, остальные разработчики браузеров присмотрятся и сделают так же. Хотя здесь недооценивать Яндекс тоже не надо. В Яндекс браузере такая функция уже сколько-то, несколько лет доступна. И Omnibox всегда снизу расположена. Так что в этом смысле Яндекс молодцы. Второе ключевое нововведение — поддержка расширений из взрослой версии браузера Safari под macOS. Я прямо сейчас могу поставить себе AdGuard или AdBlock или OnePassword прямо на iPhone или iPad, и все будет работать. Вообще ничего делать не надо. Это тоже как бы офигеть. Я очень жду, может быть, да, у них 4 завезут на iPad или на iPhone. Хотелось бы. Конечно, расширений в магазине сейчас немного, но они уже есть. И я думаю, к релизу их станет еще больше. Сири теперь. Здесь всего одно важное изменение, но зато какое. Как Сири раньше работал на iPhone? Ты говоришь «Привет, Сири» или нажимаешь на кнопку. После этого произносишь какую-то фразу. Все это преобразуется внутри телефона в текст. Отправляется на сервера Apple. Там они думают, какой тебе ответ дать. Отправляют информацию обратно. И после этого у тебя уже нужное действие происходит на телефоне. Когда стабильный, хороший интернет, это действительно быстро работает. Ну, как только ты вышел на улицу или сел в тачку и что-нибудь говоришь Сири, то, естественно, она очень сильно тупит. А вот теперь все будет обрабатываться внутри телефона с помощью Neural Engine. И сервера Apple при этом задействованы не будут. Причем это работает и в оффлайн-режиме. То есть ты включил самолетик, говоришь что-то телефону включить тебе темную тему или поставить таймер. Все это будет работать. Но, опять-таки, не в первой бете. Ждем следующих. Но вы можете посмотреть, как это показали на презентации. А еще вы можете меня спросить, работает ли Сири с русским языком на TVOS новый. К сожалению, нет. Ну и в завершение новая подписка iCloud Plus, которая все так же распространяется с объемом памяти 50-200 гигабайт или 2 терабайта по ценам. 60 рублей, 150 рублей или 600 рублей в месяц. Но при этом имеет два полезных сервиса внутри. Во-первых, это скрытие своего IP-адреса. Мы для этого заходим в настройки, жмем iCloud. После этого еще раз жмем iCloud. И вот здесь вкладка Privat Relay. Все, можем скрыть свой IP-адрес. Плюс можем скрыть и геопозицию. Но есть две загвоздки. Первое, это нельзя выбрать местоположение, которое тебе нужно. Второй момент, это работает исключительно в Safari. Но зато как это работает? Во-первых, вообще никак не урезается скорость. То есть какая скорость у вас есть, домашняя Wi-Fi или на телефоне через симку, такая она и будет. Во-вторых, жители Украины, например, могут заходить спокойно через Safari в ВКонтакте или в Яндекс. Жители России могут заходить на Бразерс или на Чатурбейт или на Рутрекер как минимум. Но к большому сожалению, не все смогут эту функцию использовать. Жители Казахстана, Беларуси, а также Китая, Колумбия, Египта, Саудовская Аравия, ЮАР, Туркменистана, Уганда и Филиппин попробовать не смогут. Так как законодательно скрыть IP в этих уголках земли запрещено. Вот так. Но не переживайте, может и вы России запретят скоро. Булл-функция Кыргыстан-Дайштейт. Дальше. Еще один крутейший сервис с названием «Скрыть мой имейл». Господи, храни Apple за ее любовь к приватности. Допустим, вы заходите в любой сайт, в любой. На любой сайт, где хотите скрыть свой имейл. И с помощью функции «Hide my mail» просто подсовываете какую-то несуществующую почту, которую Apple генерирует там с кучей цифр и букв. При этом все письма с этой почты приходят на ваш основной ящик. Но если она вам больше не нужна, вы ее просто удаляете. И на этом все. Напомню, что обе эти функции работают только с подпиской iCloud+. И чтобы вы знали, помимо нее добавляется еще третья возможность. Это неограниченное место для видеокамер через сервис HomeKit Secure Video. Вот только работает это нормально на подписке в 2 терабайт, которая 600 рублей стоит. Там неограниченное количество камер, где 200 гигабайт только одна камера, а где 50 гигабайт вообще ни одной. Ну и минутка грусти. QuickPath или по-нашему Swipe на русском языке, который на презентации вроде как показали, был он там на одном из слайдов. Все обрадовались. В принципе, это самое важное, ради чего стоит обновить сновес 15 бетку себе поставить. Но этого нет в бете. И, скорее всего, этого не будет в релизе. Apple говорит, что это была ошибка. И мы скоро это на сайте поправим. Так что пока что никакого русского свайпа, к сожалению. Что касается TVOS, там особо ничего нового нет. Опять же, поддержка приложения дома и внешних и внутренних видеокамер. То же самое касается macOS. Все фишки из iOS и iPadOS там есть. Ну и watchOS 8, наверное, стоит отметить новый циферблат дыхания. Он обновился такой симпатичный. В принципе, мой любимый циферблат. Я им пользуюсь. Обновили еще пару других циферблатов. Там добавили секунду или еще что-то. То есть вы этого просто не заметите. Кстати, да, посмотрите, какой у меня классный LGBT Q Plus 5G Pro LTE Advanced браслет. Ну-ка, естественно, это LGBT. Но если вот абстрагироваться, по мне, очень даже такой классный. В России не продается. И это все. Делаю вывод, что для iOS обновление это, в принципе, очень даже хорошее получилось. Да, наверное, все ждали обновления иконок. И если бы в самом начале презентации это сделали, то все бы сказали, ну, Apple молодцы. А я поменял свое мнение. Мне действительно обновление понравилось. Я считаю, что много прям реально полезных фишек. Но вот такой не могу сказать ни про WatchOS. Ну, что-то добавили не особых. Мы все-таки ждали каких-то классных циферблатов новых. С другой стороны, их покажут с новыми Apple Watch в сентябре или в октябре. Что касается TVOS, тоже ничего нового. Что касается MacOS, ну, примерно как в iOS. А вот iPadOS реально прям взбесило, что Apple настолько халатно к этому относится. Потому что где рабочие столы, где свободные окна, где, в конце концов, переключение языков по Command пробел. Ну, все маководы этого просто ждут. Но Apple все никак не добавляет. Здесь расстроили. В остальном молодцы. Такая история.